Подошло время ответов на ваши вопросы, извините что не брит. Что вы скажете о татуировках, влияют ли они на энергетику, на внутренние органы и действительно ли притягивают то, что изображено? Да, они влияют и на энергетику и на внутренние органы и притягивают то, что изображено, потому что изображение, это есть не что иное, как отображение той силы, которую вы себе набили. Естественно она может вам помочь, может наоборот не помочь, но для кожи, для кожи любое нанесение вот таких всех повреждений это для нее это для нее нехорошо, она страдает. Поэтому никаких татуировок делать не надо. У меня родились стишки про любовь. Любовь это счастье, любовь это свет, любовь это предков великих завет. Лишь только любовью мрак тьмы победим. Не будешь с любовью ни в чем уязвим. И мир есть и радость в любви и покой, так пусть же она пребывает с тобой. Хорошие стихи. Что скажете конкретно о трехдневом голодании? А именно, что оно дает? О том, что оно дает трехдневное голодание, я описал в своей книге «Голодание в лечебных целях». Я этим делом интересовался и как раз описал. Вот такой срок теоретически вызывает вот такие вот изменения, вот такой вот, вот такие. Лично для меня, для меня это значит как раз идет фаза пищевого возбуждения. Я ее прохожу, то есть вот болевые качества совершенствуются. Начинается значит разворотка механизма по голоданию. Начинается уже очищение, начинается работа лимфатической системы по нормализации разной там бекекаки. Так, здравствуйте Петрович, у меня такой вопрос. Мне 32 года, имела запор пару месяцев назад, пару месяцев назад летом, пару месяцев назад считаем, значит пускай декабрь, ноябрь, то есть холодное время года уже, да, если пару месяцев назад. Решила попробовать поесть шесть дней одних яблок, чтобы почистить кишечник. И после этого у меня нарушился сон, начала просыпаться по ночам, была худой и еще больше похудела. Нарушился гормональный цикл, стул стало слишком часто, вы чего не могу поправиться. Может посоветовать, что можно сделать. Спасибо. Здесь идет не что иное. Вот смотрите, я как-то хотел рассказать. Совоедение теоретически очень полезная вещь. Там ферменты, структурированная вода, как бы сказать, организм взаимодействует и очень все очень хорошо идет. Но помимо воздействия того, что я перечислил, пища еще воздействует и рядом других факторов, которые не учитываются ни сыроедами, ни вегетарианцами. А именно, пища воздействует своей энергетикой. Она воздействует тем, что может наш организм охлаждать. Она может нас, значит, разогревать. Она наш организм может подсушивать, а может, ну, будет больше влаги доставлять. Так вот, здесь произошло типичное перебреждение ветра, когда от употребления несвойственной пищи, а именно яблок, не в свой сезон. Яблоки, когда растут на ветках, они охлаждают себя летом. Зимой же они будут охлаждать наш с вами собственный организм. Холод внешний, холод от яблок, тока от яблок. Все это возбуждает в организме так называемый жизненный принцип ветра. Это сухость и холод. Сухость и холод ведут к тому, что нарушается по-женски, значит, нарушается пищеварение, теряется масса тела. Что надо делать? Надо есть теплые каши, каши размазня, значит, с топленым маслом. Надо делать, принимать теплые ванны прогревающие и в течение зимнего времени не использовать продукты, которые охлаждают. То есть, не есть ничего в холодном виде. Далее, постараться меньше есть сахара, сладостей, особенно искусственных, потому что, оказывается, они сушат наше тело. Вот. И вот все пойдет на лад. Это такое расстройство, которое, если человек знает, легко можно устранить. Если же не знает, то они приведут к таким плачевным результатам. Так. Оксана пишет. Уважаемый Геннадий Мнхайлович. Ну, я в первую очередь Петрович, да? Я заметила, что по-сухому голодать мне легче, чем это объяснить. И в некоторых случаях им не легче. Оказывается, если человек меньше употребляет жидкости, он более активен, потому что жидкость это и... То есть, она дает расслабление организму, там. Значит, это не так идут быстро процессы внутреннего нашего тела. А когда, значит, жидкости поменьше, хотя все говорят, надо пить, надо пить, ничего подобного. У нас есть чувство жажды, и вот его-то и надо следовать. Захотелось пить, пьете. Не захотелось, значит, не пьете. И в результате замечено, действительно, что сухой голод, не длительный голод, примерно суток, там, двое-трое, ну, максимум, там, где-то четверо, максимум, где-то пятеро, ну, уже лучше трое взять, бывает. Он приносится довольно-таки лучше. То есть, лишняя вода выходит из организма. Более того, я вот, когда голодал насухо, я думал, что у меня, ну, как бы сказать, внутри там все высохнет. Ничего подобного. А как я судил, что внутри все высохнет? Когда я строил их ногти, они до этого там были сухие, только раз там обламывались, отлетали. После голодания, значит, без воды, они стали эластичными, то есть, они напитались влагой. Удивительно. Поэтому используйте и сухое голодание, вот чувствуйте, как оно пойдет, а, ну, хочется, значит, хочется. Организм сам нам подсказывает, что нам делать. Так, Владимир Петрович, ваша философия мне близка и интересна. Сам не раз сталкивался с непонятными явлениями, как выход из тела. Первый раз был выход в окно неуправляемый, потом также по ночам управляемый мной. Но я сразу же возвращался. Необычно и страшно. Подчеркнем слово страшно. Выходом предшествовала странная тишина и шелчок. Разве об этом с кем-нибудь поговоришь? Как ответа... А, так ответа не нашел. Может, из-за того, что занимался аутотренингом. Тоже считаю, что одиночество комфортнее. Дело в том, что когда человек выходит из тела, это очень интересное, конечно, явление такое. То есть вы чувствуете, что вот ваше сознание раз вышло, тело там где-то там лежит, да? И вы такой легенький, знаете, в таком радужном настроении прыгаете, как воздушный мячик. Это лично я свое пересказываю. Но в то же время, в то же время, в него ваше тело, оставленное без вашего сознания, может войти некая сущность и вызвать такое явление, как одержание. В результате, вернувшись назад, не то, что она вас не пустит, а просто она оттеснит или на какое-то время будет позволять вам ходить. И внешне это будет казаться, что вы сошли с ума. Так вот, чтобы такого не было, надо сначала подготовиться, узнать все за и против, умение там ставить защиту или, ну, короче, это все должен быть такой осознанный, контролируемый вами процесс. Что бы ни случилось. Да, процесс, конечно, может этот быть управляемый. Я помню, так только раз, вот еще, как бы сказать, вот такое движение делаешь, ты как-то выходишь отсюда. Он может быть управляемым, осознанным, но для того, чтобы это все происходило, этому надо научиться. Возможно, лучше освоить осознанное сновидение. А потом уже, разобравшись с этим, переходить уже к таким вот вещам. То есть, это вещь интересная. К сожалению, этому особо никто не учит. В общепринятом смысле. Но перспективы, конечно, есть. Значит, то, о чем вы говорите, я бы назвал свободой, но уж никак не одиночеством. Можно и так. С мая начинал зубы пастой с фтором чистить. Особенно ЭВМСК помогало. Некоторые считают, что паста со фтором не совсем для организма полезна. Можно, можно чистить просто-напросто, без всякой пасты, а одной только зубной щеткой. Есть и такие примеры, и сон их получилось нормально. Так, значит, здесь поддерживают. Спасибо, вы мне очень помогли. Владимир Вестник интересно пишет на эту тему. Жизнь, здоровье, творчество, да? Я так понимаю. Ну, хорошо. Здесь, знаете, очень важно для себя разобраться и устояться в своей жизни, в своих побуждениях, в своих желаниях, в своих достижениях, в своих неудачах и прочем, в быту, в семье, во всем этом. Чтобы, главное, вы были довольны и разобрались с этим. Так, а как вы относитесь к условному голоданию на травах? Это не столько голодание, как просто-напросто своеобразная диета, такая травяная. Запустить, конечно, на те механизмы, которые разворачиваются на голоде, она не сможет. Но, тем не менее, так разгрузить, помочь лимфатической системе, это надо сделать в состоянии. Но не более того. Потому что для того, чтобы именно заработали те механизмы, которые должны работать, необходимо полное голодание. По моим наблюдениям, когда говоришь о голодании с обычным человеком, я пришел к выводу, что большинство людей не точно не верят в голодание, они просто не видят в этом смысла. Поэтому не понимают, как голодание может лечить. Голодающих для похудения тоже отношу к этой категории. А смысл очень простого. Организм адаптируется к такому вдруг возникшему необычному условию. Эта адаптация выражается в том, что организм активизируется, усилится иммунитет. Вот и все понимание, если коротко. А на практике, на уровне ощущений, конечно, все намного сложнее. Но здесь надо самому поголодать, чтобы как-то все это понять. Чтения книг мало. Ты начинаешь понимать, что вот так вот, вот так вот. Когда ты пропускаешь это через себя, это уже совсем другое знание. Ага. А вот пишут из Казахстана, что применяли мои книги. То читала книжку по кусочкам, изучала, применяла. Лечилась потому, что врачи меня не смогли лечить. Спасибо за хороший отзыв. Замечательные стихи. Вы почитайте там мое стихотворчество в таком большей статье. Спасибо.